Сегодня я буду заниматься делением луковиц гладиолусов. Вы, наверное, не раз встречались с такой проблемой, когда купишь в магазине какой-то дорогостоящий сорт луковицы или кто-то поделится с вами, или где-то достанете луковичку и хочется ее быстро размножить. Как же это сделать? Итак, существует несколько способов размножения гладиолусов. Вот сегодня мы об этом и поговорим. Значит, первый способ, как можно размножить гладиолус. Значит, у гладиолуса есть верхняя часть и нижняя часть. В верхней части находятся почечки. Вот они идут и в центре, и по бокам. Значит, чтобы пробудить боковые почки, пазушные почки, можно посадить гладиолус донцем вот этим вверх или на бочок. И тогда почка центральная, она окажется ниже уровня вот этих боковых почечек. Или на одном уровне с ними. Это один такой способ. Есть другие способы. Можно делить луковичку, то есть разрезать. Значит, для того, чтобы разрезать луковичку, нам нужны инструменты соответствующие. Это острый ровный нож, спирт, ватка, для того, чтобы обрабатывать нож после деления каждой луковички. Для обработки срезов луковиц нужно использовать фунгицид. Значит, в данном случае у меня порошочек активированного угля. Но можно использовать и древесный уголь, можно использовать мел, а также мел с древесным углем. А также можно протирать срезы зубочком чеснока. Если луковички перед делением не обрабатывались стимулятором роста, то в порошок антисептика, фунгицида, можно добавлять порошковые стимуляторы. А сейчас я займусь делением луковиц гладиолуса. Значит, эта луковичка, посмотрите, она похожа на клубень картофеля. У картофеля вы, наверное, тоже не расталкивались при посадке с делением клубней. У него тоже есть боковые, пазушные почечки. И чтобы разделить картофель, мы отрезаем, чтобы хотя бы была одна почечка. Так и здесь у луковички гладиолуса. Значит, чтобы разделить гладиолус, в каждой части должна быть хотя бы одна почечка. Значит, по литературе нужно делить луковицу гладиолуса донцем вверх. Это для того, чтобы видно было, что у каждой части есть вот такие вот корневые бугорки, то есть из которых будут развиваться корни. Но есть одно, конечно, одно неудобство, не видно вот этих вот росточков, когда поворачиваем луковичку. Поэтому даже если луковичка будет разделена и не будет корешочков, это не страшно. Они все равно вырастут и луковичка будет нормально, часть эта будет нормально развиваться. Значит, ну, приступлю я к делению. Значит, разделю я сначала вот так вот напополам, то есть вот почечка и вот почка. Значит, перед тем, как разделить мне этот клубень, я обработаю нож спиртом. Продензифицирую. Так, и теперь так вот пополам разделю. Так, луковичку нужно делить, когда еще почки не проросли. Вот, посмотрите, уже мы поделили на две части. Значит, в одной части есть у нас бугорочки корневые и в другой части. В одной части у нас есть, вот смотрите, почечка, вот центральная. И вот маленькая боковая почечка. И в другой части у нас есть также вот в центре росточек и сбоку. Вот, сейчас мы, значит, попробуем поделить еще раз. Вот, посмотрите, это у нас будет такой своего рода эксперимент. Вот мы посадим, здесь у нас нет корневых бугорков, но зато есть почечка. Вот так вот мы ее посадим. Повернем почечкой вверх и высадим. Так, теперь попробуем поделить эту часть. Здесь, посмотрите, немножечко мы захватили корневые бугорочки. И вот она, почечка, вот она сбоку, маленькая почечка. Так, и здесь вот такая вот часть у нас получилась тоже. Бугорочки корневые есть и почечка в центре есть. Значит, поделили мы на четыре части. Так, теперь поделим эту луковичку. Обработаю я нож. Так, рассмотрим вторую луковичку. Значит, что мы видим? Здесь у нас есть почечка сверху одна, почечка сверху другая. И вот она почечка сбоку, вот она маленькая почечка. А с этой стороны почечки не видно. Значит, поделим мы эту луковичку на три части. То есть, делим сначала вот так вот пополам. Вот так у нас получилась одна часть. Мы ее будем высаживать, вот эту часть целую. И поделим сейчас вот эту половиночку еще раз. Вот, и постаралась я захватить немножечко. Вот здесь есть такие, чуть-чуть зачатки будущих корешочков. Вот. И получилось у нас три части. Вот, теперь нужно обработать фунгицидом все эти части. Значит, вот порошочком фунгицидом. После обработки деленок фунгицидом нужно их высаживать во влажную и рыхлую почву. Значит, крупные вот такие вот деленочки можно высаживать вместе с обычными луковичками. А меленькие деленки высаживают отдельно. Вот глубина должна быть где-то 5-10 сантиметров, в зависимости от величины вот этих деленочек. Вот. И потом, значит, мелкие деленки нужно прикрывать пленкой до появления сходов. Можно пленочку разрезать в том месте, где будет выходить росточек. Вот. Хорошо также мульчировать, чтобы земля была постоянно поддерживать ее во влажном состоянии, чтобы верхний слой земли не пересыхал. А дальше обычный уход. Из крупных деленок получаем нормальную срезку, а на мелких цветоносы убираем для того, чтобы развивалась луковичка. И осенью, как обычно, уже с размноженным материалом выкапываем. Вот. Ничего в этом сложного нет. Занимайтесь, выращивайте. И желаю вам успехов в размножении, в разведении, выращивании этих замечательных, грациозных цветов. Продолжение следует...